После удара стихии непригодными для проживания в садках оказалось порядка 14 домов. Сейчас ведется работа по оформлению их владельцам сертификатов. Мы с вами встретились в районе, период, конечно, стихийных бедствий. Хутор в садке, в общем-то, сильно пострадал. Первый вопрос, как там сегодня ситуация и что нужно сделать, чтобы ее сделать лучше? 880 человек получают выплаты. Мы предполагаем, что еще 9 человек у нас будет без вопросов и 82 человека у нас через суд. Это, по сути дела, люди, которые не прописаны были там. Помимо восстановительных, необходимы работы и по благоустройству, отметил губернатор. Приморско-Ахтарский считается курортным районом. И для того, чтобы он пользовался большим спросом у туристов, считает Ткачев, набережной нужно придать современный вид. Отдельное внимание на встречу уделили развитию в районе рыбной промышленности. Район славится как один из крупнейших центров по рыбопроизводству. Но сегодня некоторые предприятия находятся в трудном положении. Один из больших рыбзаводов работает всего на 20% от своей мощности. А в ближайшее время ситуацию необходимо исправить, подчеркнул губернатор. Ведь в условиях санкции спрос на отечественную рыбную продукцию значительно вырос. Это лицо экономики Приморско-Ахтарского района. Рыбная отрасль, рыбопроизводство, разведение, улов. Для многих это и бизнес, это и предпринимательство, это и налоги ваши и так далее. Поэтому район обладает этим правом. Это возможность эксклюзивная. Вы должны в полной мере ее использовать. На благо своего района. Со стороны края, конечно, в свою очередь будем помогать подыскать инвесторов и, безусловно, обеспечивать со стороны бюджета тоже решение вопросов таких инфраструктурных. Переработка необходима, потому что биоресурсов, какие бы то ни были, они есть, добыча идет. Но сегодня нет холодильника, где мы могли бы ту же хамсу перерабатывать. И нету переработки совершенно. Поэтому одно из основных направлений работы в области – это развитие рыбного роста. Еще одно направление, которому сегодня местные власти уделяют особое внимание – это развитие социального блока. Уже в следующем году в Приморско-Ахтарске планируют начать большую реконструкцию школы. Сегодня старое здание, которое недавно отметило свой 100-летний юбилей, не соответствует всем требованиям. Устаревшая кровля, деревянные перекрытия. После ремонта ходить на уроки сюда смогут 350 учеников. Отчитался глава района перед губернатором и о газификации станицы Степной. Этот вопрос находится на личном контроле у Александра Ткачева. По словам Валерия Спички, строительство газопровода высокого давления закончится уже в конце ноября. Следующим этапом станет проектирование сетей внутри станицы. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.